Василисочка, девочка моя, посмотри, как здорово, пошли с тобой гулять, да? Да, моя золотая. Ходить самостоятельно двухлетняя Василиса не может. У ребенка тяжелое заболевание – спинальная мышечная атрофея. Диагноз поставили в начале года. Даже дома она передвигается на детском инвалидном кресле. Ярику, помаши, где у нас, сынок? Где у нас братик? Вон он! Пока четырехлетний брат катается с горки, Василиса может об этом только мечтать. Состояние девочки, возможно, улучшится в ближайшие годы. Она выиграла международную лотерею и стала первым ребенком в России, кто получил укол самого дорогого лекарства в мире – Золгинсма. Одна инъекция стоит 175 миллионов рублей. Мне позвонила Елена Юрьевна, и я просто начала, конечно же, плакать. И я чувствовала, что на другом конце провода она тоже плачет от счастья за нас. А папа наш стоял рядом, и когда я уже положила трубку, вот я ему начинаю рассказывать, говорю, ты представляешь, говорю, Василиса выиграла у нас первый ребенок в России. После этого обследование в Москве и подготовка к инъекции. Спасительный укол Василисе поставили в канун второго дня рождения. Как вот в роддоме я ее тогда вот родила, и вот такие же были у меня чувства. После укола прошел только месяц, а Василиса уже начинает дома рисовать на обоях. О болезни дочери и ее успехах Виктория теперь рассказывает в блоге в Инстаграме. Чулябинка хочет поддержать другие семьи, которые столкнулись со страшным заболеванием детей. Мы об этом рассказываем в нашем блоге, который мы сейчас начали вести с Василисой в Инстаграме. Рассказываем вообще нашу историю подробно, как мы об этом узнали все, и об заболевании рассказываем тоже. О новых успехах хотим рассказывать Василисе. Для лечения детей с СМА также используют препарат спинраза. Требуется несколько инъекций. Каждая стоимость около 7 миллионов рублей. Если раньше родители судили с Минздравом за спасительное лечение, теперь ситуация должна измениться. В конце ноября правительство внесло препарат в список жизненно необходимых.